Маша и Медведь Жили-были дедушка и бабушка, и была у них внучка Маша. Собрались раз подружки по ягодам да по грибам в лес. Пришли звать с собой Машеньку. Дедушка, бабушка, говорит Машенька, отпустите меня в лес с подружками. А дедушка с бабушкой отвечают внучке, Иди, Машенька, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься. Пришли девочки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, Так незаметно ушла от подружек. Далеко-далеко. Стала Машенька по лесу бегать да аукаться. Стала подружек звать, а они не слышат, не отзываются. Долго-долго ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает, кто же здесь живет? Почему никого не видно? А в этой избушке жил медведь. Только его дома не было. Он по лесу ходил, малину собирал, Сладкий и душистый мед искал. Вернулся вечером медведь и увидел в избушке Машеньку. Обрадовался. Ага, говорит медведь Машеньке. Теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить. Будешь печку топить. Будешь кашу варить. Меня кашей кормить. Потужила Машеньку, погоревала. Очень она по дедушке с бабушкой скучала. Да ничего не поделаешь. Стала Машенька жить у медведя в избушке. Стала печку топить, кашу варить. Стала медведя кашей кормить. Медведь на целый день уйдет далеко в лес. А Машеньке наказывает. Никуда без него из избушки не выходить. А если вдруг уйдешь? Говорит медведь. Все равно поймаю. И тогда уж съем. Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес. В какую сторону идти не знает. Думала, думала Машенька и придумала. Приходит раз медведь из лесу. А Машенька и говорит ему. Медведь, отпусти меня. На денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостиницу снесу. Нет, говорит медведь. Ты в лесу заблудишься. Давай гостиницы, я их сам отнесу. А Машеньке того и надо. Решила Маша медведя обхитрить. Напекла она пирожков. Достала большой-пребольшой короб и говорит медведю. Смотри, я в этот короб положу пирожки. А ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай пирожки, не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду. Ладно? Хорошо, говорит медведь. Давай короб. Машенька отвечает. Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко. Машенька сейчас же залезла в короб. А на голову себе блюда с пирожками поставила. Вернулся медведь. Видит короб с гостинцами. Готов. Взвалил медведь короб на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елочками. Бредет медведь между березками. В овражке спускается, на пригорке поднимается. Шел-шел, устал, говорит. Сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба высоко сижу, далеко гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушки, неси дедушки. Ишь, какая глазастая, говорит медведь. Все видит. Взвалил короб на спину и пошел дальше. Шел-шел медведь, шел-шел. И совсем из сил выбился. Остановился, сел и говорит. Сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба высоко сижу, далеко гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушки, неси дедушки. Удивился медведь. Вот какая хитрая. Высоко сидит, далеко глядит. Встал и пошел скорее. Пришел медведь в деревню. Нашел дом, где дедушка с бабушкой жили. Стучит в ворота. Тук-тук-тук. Отпирайте, открывайте. Я вам от Машеньки гостинцев принес. А собаки почуяли медведи и бросились на него. Со всех дворов бегут лаю. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят, короб стоит. Что это в коробе? Говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит. Живехонька да здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать да умницей называть. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Какая интересная сказка! С вами был Конфетки ТВ. Если вам понравилось это видео, ставьте ваши пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!